Депутат Госдумы Ирина Яровая призвала кремлевских врачей замедлить старение Владимира Путина. Ой, держите меня семеро. Купились, да? Вообще это шутка, данный фейк просто гуляет по соцсетям уже вторую неделю, вот я его и развенчал. Но с другой стороны, вы знаете, а я бы не удивился, если бы оно оказалось правдой. От наших депутатов еще не такой бред можно услышать, потому что одна Мизулина чего стоит, которая удалила свою учетную запись в Твиттере, например, еще в молодости, ориентировочно в 60-х годах прошлого века. Да и с самим царем то и дело оказии случаются. Помните, в прорубь нырял Крещенский и Морозово? Потом вдруг выяснилось, что не нырял. А потом вдруг выяснилось, что это вообще архивная запись. И однажды россиянам ее уже демонстрировали. Не прошло пары месяцев, опять 25 взять хотя бы последнюю поездку царя и его друга Шойгу в тувинские леса. Внимательные пользователи рунеты и эту. Этот миф разоблачили. Дело в том, что в тувинских лесах преимущественно хвойные породы деревьев произрастают. Елки и сосны. Ух ты! А царь-то с воеводой среди березок тусовались. Объясните мне тупому, зачем в таких мелочах врать? Ну, сказали бы, Владимир Владимирович с другом пожарили шашлыки в Подмосковье. В Подмосковье нет. Нужно было придумать какую-то сказку про поездку в Сибирь. И так уже над пропагандистами вся страна ржет. И так уже любое слово великого Курмчева сомнение вызывает у нормального человека. Так ведь даже здесь наврать умудрились. Не могут они что ли без этого? Потом будут удивляться, что рейтинги падают. Начинаем! А вот эта вот история меня не просто рассмешила. Я на самом деле ухахатывался до слез. Рассказываю, на прошлой неделе пропагандисты в очередной раз врали. О величии лишней хромосомии, пытаясь выдать желаемое за действительное. И до такого договорились. Держитесь за что-нибудь. И в Мексике изъяли партию поддельной вакцины, имитирующей спутниковые. Да ладно? Серьезно? Известно, что ампулы перевозили в частном самолете, который направлялся в Гондурас. Несколько тысяч доз спрятали между бутылками с газировкой и кондитерскими изделиями. Даже по виду ампул сразу нашли массу нестыковок. В РФПИ разъяснили, дизайн контейнеров и этикеток не имеют ничего общего с оригиналом. А название «Гам-ковид-вак» и вовсе написано с ошибками. Не понимаете, почему мне смешно? Тогда докладываю. На сегодняшний день российская вакцина «Спутник В» по-прежнему не зарегистрирована в международных организациях здравоохранения, а значит, не признана лекарственным препаратом. То есть, по факту, это просто варево. Кто-то, в данном случае Владимир Путин и его Хэллоуин, называют это варево лекарством. Ну, слушайте, я вот сейчас могу любую бормотуху изготовить и пойти рассказывать всем, и каждому будто эликсир вечной молодости сотворил, поверите. Вот об этом я и говорю. Есть четкая процедура. Создается какой-то препарат. Этот препарат проходит лабораторное исследование, затем испытывается на животных, на людях. И если изобретение выдерживает экзамен, оно получает международный сертификат, документ, согласно которому препарат действительно считается лекарственным. Так вот, вакцина «Спутник В» повторюсь, по сей день такой бумаги не имеет. Да, ребята договорились с дружественными странами, мол, скажите, будто признаете наш спутник. Ну, типа по-свойски. В дружественных странах сказали «Окей». На этом, собственно, все и закончилось. Уже 27 стран зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник В». Как сообщили в Минздраве, интерес за рубежом только растет. В реальности же легитимнее варева от таких договоренностей не стало. Ну, да мы отвеликлись, а вот теперь без шуток и попробуем трезво порассуждать. Скажите мне, на кой ляд кому-то подделать вакцину, которая по факту вакциной не является? Ну, это же абсурд. Из разряда, бутлегер Петров заявил, что его паленую водку тоже кто-то подделывает. Это бредятина. Совершенно очевидно, на мой взгляд. Для чего данную водку пустили в вас именно? Чтобы навешать в Ане лапши на уши, а неоспоримым величие скреп державы. Это реальная журналистика. Куда мы катимся? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Здравствуйте, подписчики реальной журналистики. Смотрите, я расскажу о своей проблеме. Значит, был такой канал, может кто-то в курсе, под названием «Против системы», где было 40 тысяч подписчиков. И он был заблокированный. Я обратился к оппозиционным людям с просьбой о помощи. А откликнулись лишь немногие. Один из тех, кто откликнулся, является Александр. Поэтому не зря вы подписаны на этот канал. Дай бог ему здоровья. Дай бог здоровья вам. Честно, я не знаю, что сказать, чтобы вы поддержали подписку. Единственное, кто в этом может мне помочь, это Александр. Поэтому я надеюсь, что он вас попросит, и вы поддержите нас подпиской. Пожалуйста. Всего доброго. Всю неделю во всех СМИ только и разговоров. За коррупцию задержан губернатор Пензенской области. Дома и в офисе у чиновника нашли в общей сложности полмиллиарда рублей. Пропагандисты, конечно, негодяи осуждают, осуждают. Теперь равно, как и бывшие соратники по парке. Имеется в виду ядро. Откуда чувака в спешном порядке и задним числом исключили? А в данный момент в режиме нон-стоп доверчивым россиянам поют песни о том, что наказание станет жестким и неотвратимым, ибо нечего Россию матушку обвороть. По версии следствия сумма взятки превышает 31 миллион рублей. Ее Белозерцев якобы получил еще в конце своего первого губернаторского срока в 2020. И передача денег якобы проходила в Москве. Деньги и ценности главе региона через посредников по версии следствия передавал Борис Шпигель, глава группы компании Биотек. А вот теперь хотите я вам расскажу, как будет на самом деле. Сейчас, конечно, этого Белозерцева попинают. До выборов, возможно, борьба с коррупцией на его примере станет главной темой политической повестки ЕР. Вот только выборы пройдут. Шумиха уляжется и замнут это дело к чертовой бабушке в первый раз, что ли. Такой весны в этих залах еще не видели. Буйство красок подменяет академичность живописи. Художница Евгения Васильева говорит, ее вдохновило преображение природы после зимней спячки. Широкими мазками она написала. Десятки картин для самых масштабных работ выделили целый зал музея. Те, что поменьше повесили в отделе слепков в круговом филаде. Я в основном опираюсь в своих работах на философию постмодернизма. Да, да, да. Я вот про эту гражданку, например, которая еще несколько лет назад была фигурантом самого громкого коррупционного скандала в стране. Хотя коррупционного, на мой взгляд, мягко сказано. Госпожа Васильева при попустительстве своего любвеобильного патрона нанесла много миллиардный ущерб министерству обороны. По сути, люди обороноспособность страны подорвали. И вот, как по мне, это должно квалифицироваться как измена родине. А какое наказание для изменников последовало? Да. Сердюкова перевели на должность топ-менеджера в государственную корпорацию Ростех. Васильева, вот питерский бомонд, теперь своими художествами развлекает. Прикиньте, Навальный бы. Сейчас в Санкт-Ленинграде выставку устроил. Вообще реально? Хотя не нравится пример с Сердюковым, у меня есть и другие. Итак, 2017 год. По похожему коррупционному обвинению я сейчас про дело Белозерцева. Задержан глава Удмуртии с волшебной фамилией Соловьев. Чиновника тоже обвинили в получении взятки. Правда, побольше, в 140 миллионов рублей. Задержание проходило, как и в Пензе, с помпой. Под радостные визги пропагандистов. Про деньги мы про какие говорим? Что это за взятки, которые давали? 5-10 вошли. 5-10? 5-10. Вот та самая гардеробная, где у меня лежала сумка с деньгами. Это было на самом верху, чтобы никто не мог туда залезть. Здесь у меня была алюминиевая лестница. Я ее подставлял и складывал туда. Следствие шло 3 года. В октябре 2020-го Соловьева приговорили к 10 годам лишения свободы. Но стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. Неделю назад, 18 марта, в отношении взяточника случился еще один суд. Уже там вынесли решение освободить, упыряясь под стражи на свободу с чистой совестью. Ага, адвокатам как-то удалось убедить Фемиду, что дядька Дюжи болен. Вот так вот посидел 5 месяцев и гуляй, Вася. Спасибо большое. Вот уроды. А самое смешное, что вот этот вот второй суд над Соловьевым проходил на фоне путинских заявлений об усилении мер в борьбе с коррупцией. Серьезное внимание следует уделить борьбе с коррупцией. Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов. А также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества. Серьезно на фоне, потому что данное заявление прозвучало 17 марта, а 18, как выше сказал, «Крупционер Соловьев поехал домой». Ребят, это все, что нужно знать о серьезности намерений вот этих вот господ, включая самого «Ладно, все, закругляться пора». Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Спасибо сети «Кафе Фаина Раневская» за предоставленное помещение. Загляните по случаю, не пожалеете. Найти, ребят, просто через любой Яндекс. Подписывайтесь на оба наших каналах, в соцсетях тоже жду, в друзья добавляйтесь. Темы предлагаете поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока!